Зиму провожаю, весну встречаю! Весну самарцы встречают дружно и весело. На площади Куйбышева развернулся большой праздник. Гостей угощают традиционным масленичным лакомством блинами. Блинчик, чай, пожалуйста. Приятного аппетита с праздником! На одной из площадок мастер-класс по приготовлению блинов от известного мастера Андрея Блинаря. Вместе с ним несколько блинчиков приготовила и глава города Елена Лапушкина. Секрет блинчиков только один – не держать зла на сердце, и все у вас получится. На площади открыты десятки разнообразных площадок, приобрести памятный сувенир. Все желающие могут на ярмарке продажи. Свою продукцию представляют более сотни мастеров со всей области. Для любителей активного отдыха организовали соревнования по перетягиванию каната, бои на подушках, ходьбе на ходулях. Знаете, я вдруг поняла, что нашей самой большой площади Европы не хватает для нашего гуляния. Хочется ее еще раз двинуть. Всех наших замечательных жителей поздравить с праздником, с праздником весны, с масленицей. Конечно, я хочу пожелать достатка, пожелать радости, пожелать здоровья, пожелать уверенности в себе. В центре площади установили куклу Маслену. Весь день для гостей праздника на сцене выступали лучшие творческие коллективы города. Отличный праздник, вообще классно. Я приехала из другого города, из Новосибирска, и попала на масленицу, чем очень рада. Очень классный концерт, веселый. Здорово, всех поздравляю с масленицей широкой. Желаю всем здоровья, радости, веселиться. Спасибо за организацию, очень здоровский праздник. Спасибо. Три, два, один. Блинный стол, народные забавы, спортивные игры, широкие масличные гуляния прошли в разных уголках города. В Ленинском районе состоялся молодежный праздник для студентов. Присоединиться к торжествам могли все желающие. Праздник, которому невозможно остаться равнодушным. Ведь по православной традиции уже совсем скоро. В сытные разгульные дни сменятся временем строгого воздержания. Масленица нужна для того, чтобы люди научились радоваться жизни. Я вот наблюдаю, когда люди только приходят на праздник, они стесняются войти в круг. Но когда они начинают общаться, веселиться, все это приводит к созданию хорошего настроения. Масленица – это праздник, который делает людей добрее и ближе друг к другу. Здесь забываются неприятности и прощаются обиды. И пусть спадает в сердец ледяная броня и весна, хладит светлым приплоем. Я прощаю тебя, ты прощаешь меня, мы друг друга прощаем с тобой. Это стихотворение Станислава Золотцева называется «Прощенное воскресенье». Это в честь дня, который логически завершает сырную неделю. В том, чтобы примириться со всеми и есть смысл всего торжества. Завершается самый последний день, это седьмой день. Какой у нас? Прощенное воскресенье, верно, да? И, конечно же, завершить его нужно именно так. Анечка, если тебя чем-то когда-то обидел, я прошу тебя, прости меня, пожалуйста. Бог прости, это я прощаю, и ты меня прости. К этим словам присоединяются Олег Зверев, Лариса Шалафаст, Николай Сидоров, Константин Головин, Григорий Пельшаков и вся редакция программы «События».